Продолжение следует... Если примесный полупроводник металлом, в смысле металлическая обладает проводимостью или нет, мы начнем с такого вопроса. Допустим, мы берем полупроводник и добавляем туда примеси. Значит, примеси занимают места, и на этих примесях, будем считать их условно донорами, находятся по одному электрону. Значит, если расстояние между примесями велико, то есть концентрация доноров или акцепторов мала, то расстояния, характерные между примесями, будут велики. По сравнению с чем? Дело в том, что электрон, который сидит на этом доноре или дырка на акцепторе, они описываются волновой функцией. Это волновая функция в приближении мелких доноров. Есть волновая функция водорода подобного атома. Характерный размер у нее модифицированный боровский радиус. Как мы выясняли, это примерно десяток постоянных решетки. Соответственно, если концентрация такова, что произведение концентрации доноров на куб модифицированного боровского радиуса много больше единиц, это означает, что волновые функции не перекрываются, ну и как следствие электроны не могут перейти обычным путем с донора на донор. Единственный вариант это, так сказать, туннелирование через потенциальный барьер. Если это туннелирование маловероятно, то тогда перекрытия волновых функций нет, значит нет и зоны. Состояние электронов на донорах локализованное. Поэтому при абсолютном нуле мы будем иметь диэлектрик. Некому переносить заряд по системе. Если же перекрытие возникает, то тогда должна возникнуть зона. Правда, эта зона не такая хорошая, как зона основные. По той простой причине, что вообще говоря, у меня в решетке есть идеальный дальний порядок, в идеализированной решетке. А решетку доноров, как ни устраивая, ее нельзя устраивать. Всегда будет какой-то разброс междонорного или межпримесного расстояния. И поэтому у меня не будет строгого порядка. Как следствие, в этой зоне нельзя будет вводить квазиимпульс. Ну, закроем на это глаза, будем считать, что зона возникла. Тогда возникает стандартный вопрос. Насколько эта зона заполнена, возможен ли по ней перенос заряда? Значит, тут вопрос упирается в одну простую вещь. Если у меня доноры однозарядные, вот как мы рассматривали мелкие примеси, то тогда у меня в зоне есть два N состояния, где N число доноров, а электронов у меня N доноров число. Поэтому у меня зона заполнена наполовину. Наполовину пуста. Значит, рядом с последним заполненным уровнем есть пустые состояния, и поэтому может проходить перегноз заряда, и у меня будет случай металлической проводимости. Значит, как эта зона расположена в запрещенной зоне, тут возникают два варианта. Во-первых, эта зона может оказаться изолированной узкой зоной внутри запрещенной, а может перекрыться с, соответственно, донорная зона с зоной проводимости, акцепторная зона с валентной зоной, и тогда у меня как бы эффективно уменьшится ширина запрещенной зоны. Но, как любил говорить Вандау, закон Кулона никто не отменял, поэтому мы совершенно не учитываем в этой идеализированной картине кулоновское отталкивание, а оно неизбежно будет, когда, например, на один атом сядут два электрона. То есть, скажем, вот у меня есть однозарядный донор, на нем сидит электрон. Никто не мешает сюда сесть второму электрону с противоположным значением спина. Но формально между этими электронами есть отталкивание, потому что они сидят на одном атоме, все-таки близко по сравнению с тем, когда они были далеко друг от друга. И вопрос возникает в следующем. Какова величина этого отталкивания? Это положительная энергия, и она может компенсировать выигрыш в энергии, связанной с делокализацией электронов. Я еще раз напомню, что всякая делокализация выгодна, потому что согласно соотношению неопределенностей Газенберга, если электрон локализован на области D, то его характерный неопределенность импульса порядка H на D, значит и сам импульс не может быть меньше, чем H на D. Поэтому, когда мы делаем область локализации электронов больше, мы тем самым понижаем кинетическую энергию, и в этом состоит выгодность образования зоны. Но если при переносе по зоны у меня проигрыш в кулоновской энергии может перекрыть выигрыш в энергии, связанной с делокализацией, то тогда, говорится, проводимость будет отсутствовать. Зачем электрону, который сидит на этом доноре, переходить сюда, когда он при этом переходе, да, он немножко выиграет, но проиграет столько, что суммарно оставится в проигрыше. В результате у меня получается странная штука. У меня половинное заполнение, то есть в идеальной нормальной решетке это должен быть металл, но если у меня есть сильное кулоновское отталкивание, то у меня половинное заполнение будет соответствовать диэлектрику, что электроны не будут перемещаться. Вот такой переход при соответствующей величине потенциальной энергии отталкивания на примеси, так сказать, ее конкуренция с величиной выигрыша, то есть шириной энергетической зоны, в зависимости от этого соотношения может выполняться условие или металлической проводимости, или отсутствия ей. То есть будет наблюдаться фазовый переход металл-диэлектрик. Значит, вот как раз то, что я сказал, что если энергия превышает ширину зоны, то будет переход металл-диэлектрик. Значит, каким образом можно не допустить этого перехода металл-диэлектрик? Ну, очевидно, нужно сделать как-то так, чтобы вот такие двойки состояния двух электронов на атоме встречались как можно реже или не встречались совсем. Это можно сделать, если вместе с донорами добавить в полупроводник примесь другого типа акцепторы. То есть то, что называется сделать полупроводник компенсированным. Тогда при низких температурах электронам с донором выгоднее упасть вниз на пустые места на акцепторах. Напомню, что для электронов из зоны проводимости захват на акцепторы – это подъем вверх при данной температуре. То есть это активационный процесс, а здесь идет падение вниз, и никакой активации не нужно. Таким образом, да, мы можем этот процесс сдвинуть, как бы, так сказать, переход в более благоприятную сторону. Но тут, как говорится, палка о двух концах. Дело в том, что если мы будем добавлять много разной примеси, то, как я уже сказал, мы не можем обеспечить идеального расположения примеси, поэтому потенциальные ямы примеси будут как-то хаотически расположены быть, что приведет к тому, что возникнет некий хаотический дополнительный потенциал. И в этом потенциале может оказаться, наступить локализация. То есть с одной стороны я уменьшаю число двоих, с другой стороны я вношу дополнительный беспорядок, который может локализовать электрон. Локализуется электрон или нет, как оказывается, это зависит от размерности моего полупроводника, то есть двумерный он, трехмерный или одномерный. Но этот вопрос уже, как говорится, выходит за рамки нашего курса, и здесь это просто сообщается для, как говорится, общей картины. Таким образом, еще раз возникает локализация другого типа, связанная со случайным расположением примесей. Ну, как я уже сказал, будет это или не будет локализация, зависит от размерности пространства. И теперь последняя часть, это, собственно, прыжковая проводимость. Значит, если нет перекрытия, то, в принципе, возможны перепрыжки, туннельные перепрыжки с одного донора на другой, но вероятность этих процессов тоже так просто рассчитать нельзя. Надо, конечно, принимать во внимание, что они есть. И важно понимать следующую вещь, что если у нас будет компенсированный полупроводник, то есть когда у нас примерно поровну доноров и акцепторов, то при понижении температуры будет происходить постепенный переход от собственной проводимости. Ну, при высоких температурах идет заброс зоны-зона. Когда заброс зоны-зона-зона вымерзает, остается примесная проводимость. Когда и примесная проводимость исчезает, остается только прыжковая проводимость, то есть перепрыжка туннельная с узла на узел. И для этой туннельной перепрыжки, для такой прыжковой проводимости, был получен специальный закон, который носит название «закон Мотта». Вот формула, которая описывает температурную зависимость прыжковой проводимости. Вы видите, что она содержит характерный для любого туннельного явления экспоненциальную функцию, но зависимость получается довольно необычная, единица на t в четвертой. На этом по данной теме все. Спасибо за внимание.